Человек в отчаянии – не редкость. То есть мы не часто видим человека, а отчаяние видеть не перестаем. Может ли конформизм и стремление к социальному статусу быть использован для сокрытия отчаяния от окружающих и нас самих? И что есть действенное противоядие от отчаяния, которое подвергает страданиям многих из нас в современном мире? Распространено мнение, что тот, кто не мыслит и не чувствует, тот в отчаянии. И обратное, что тот, кто заявляет, что он в отчаянии, лжет. Отчаяться – значит утратить надежду. Однако, согласно Кьерке Гору, более широкое определение отчаяния состоит в том, что это неудачное развитие личности. Человек находится в отчаянии, когда он или она не движется в направлении того, кем он потенциально может быть. Или, по словам Кьерке Гора, отчаяние является следствием избегания быть тем, кем он является на самом деле. Философ Стивен Эванс в своей книге о Кьерке Горе развивает эту концепцию отчаяния. Кьерке Гор, как и Ницше полвека спустя, рассматривают человеческое «я» не просто как готовый продукт, а своего рода как незаконченную сущность. «Я» – это не просто то, кем являюсь, но то, кем должен стать. Обрести «я» значит запустить процесс, в котором человек обретает себя. Отсюда следует, что человек впадает в отчаяние, если ему не удается стать самим собой. Осознание собственной пустоты приводит к чувству, которое мы обычно называем отчаянием. Чтобы обрести истинное «я», необходимо актуализировать наш скрытый потенциал и отыскать все элементы нашей личности, пока что находящихся в форме эмбриона. В той малости, что есть наша жизнь, мы можем попытаться приблизиться к идеалу полной индивидуальности. Но, согласно Кьер Кегору, движение к такому состоянию – величайшая и самая полезная задача. Или, как объяснил Роллэм Мэй, желание быть собой – есть истинное призвание человека. Приполное самоосознание возникает из-за того, что человек не может преодолевать все возрастающее беспокойство на различных этапах своего развития. Кьер Кегор дает понять, что индивидуальность зависит от способности человека противостоять тревоге и двигаться вперед, невзирая на нее. Некоторые люди делают большие успехи в направлении полной индивидуальности. Это люди с выдающимся характером и яркой личностью. Однако большинство людей отстают в своем развитии, вместо того, чтобы двигаться к идеалу действительного «я», идут в обратном направлении. Дурное влияние, невезение или просто лень и страх – наиболее частые виновники этой неудачи. Из тех, кто отстает в своем развитии, есть те, кто осознают свое положение. Знают источник огорчения, и это Кьер Кегор называет прогностически позитивным признаком. Ведь чем больше мы чувствуем наше отчаяние, тем больше у нас будет мотивация искать способы преодолеть его. Или, как пишет философ Майкл Уоттс, «Было бы правильно сказать, что отчаяние – самая изысканная болезнь, известная человечеству. И поэтому нет причин отчаиваться. Если вы страдаете от экзистенциального отчаяния, то это ваш потенциальный билет на свободу». Не каждый, чей образ жизни препятствует развитию истинного «я», осознает всю бездну отчаяния, в которую он опускается. Некоторые люди, для которых осознание своей ситуации должно привести их к отчаянию, на самом деле верят, что их жизненный путь достойный и верный, и ведет к самореализации. Но, согласно Кьерки Гуру, эти несчастные души подобны мужчине или женщине, подхвативших туберкулез, но пока не испытывающих симптомов, или, как он писал, «бессознательный отчаявшийся находится в той же ситуации, что и чахоточный. Он чувствует себя хорошо, считает себя здоровым, может казаться окружающим в лучшем состоянии именно тогда, когда болезнь находится в наиболее тяжелой форме». К этому критическому состоянию многих в наши дни подталкивают две силы – испорченное положение современного конформистского образа жизни и склонность людей к самообману. Конформность – это нехорошо или плохо, все зависит от продвигаемого образа жизни. Если он способствует развитию ума и тела, то хорошо, если тормозит развитие человека, то плохо. В современном мире конформизм с большей вероятностью заставит нас отступить от идеала полной индивидуальности. И это связано с чрезмерным вниманием, которое наше общество уделяет внешним атрибутам. Богатство, социальный статус, популярность, привлекательная внешность и власть являются доминирующими ценностями для современного конформиста. И это создает психологических коллег. Мир внутренний должен быть освоен так же уверенно, как и мир внешний. И это означает, что для того, чтобы культивировать полную индивидуальность, мы должны также сосредоточиться на внутренних ценностях. Таких как эмоциональный интеллект, психологическая стойкость, смелость, честность, терпимость и способность принимать самостоятельные решения. Современный конформист, нацеленный на внешний мир, пренебрегая внутренними ценностями и пытаясь развивать свою личность, оказывается в отчаянии или, как писал Кьерке Гор, «Видя множество людей вокруг, будучи занятых всевозможными повседневными делами, будучи мудрыми в повседневной жизни, такой человек забывает себя, не смеет верить в себя, находит это слишком рискованным и полагает, что намного легче и безопаснее быть похожим на других, стать копией, цифрой, заурядным человеком». Эта форма отчаяния остается практически незамеченной. Именно так, теряя себя, человек получает лишь то, что требуется для безупречного существования в повседневной жизни. И да, он может быть визуально успешен. Вряд ли многие заметят его отчаяние, ведь он выглядит, как и положено человеку. Естественно, в мире нет понимания того, что действительно ужасно. Отчаяние, которое не только не причиняет неудобств в жизни, а наоборот делает жизнь удобной и комфортной, естественно, никоим образом не рассматривается как форма отчаяния. Однако конформность способствует отчаянию и дает мужчине или женщине возможность отрицать свое положение посредством самообмана. «Как сложно не лгать себе», – писал Витгенштейн. «И одна из форм самообмана конформиста – это утверждение, что в его образе жизни нет ничего плохого, а просто что-то не так с его внешними условиями. Не мы такие, жизнь такая. Я не поднялся на достаточное количество ступенек по лестнице социального успеха и не достиг достаточного богатства и статуса», – утверждает конформист. Или конформист обвиняет друзей или членов семьи в своем несчастье. И в результате этих рационализаций и веры в то, что хорошая жизнь является продуктом достижения определенных внешних ценностей, он лишь множит приверженность к конформизму и в процессе все дальше уходит от признания, что его отчаяние коренится в самой озабоченности внешним миром. Если самообман не в состоянии вытолкнуть отчаяние за пределы осознания, тогда конформист прибегает к алкоголю, наркотикам или другим отвлекающим маневрам, чтобы спрятать истинную природу и глубину своего отчаяния. В какой-то момент ему почти стало ясно, что он в отчаянии. Но затем в другой момент ему все-таки кажется, что его недомогание может иметь другое основание. Что-то вне его самого, и если бы это было изменено, он не был бы в отчаянии. Или, возможно, отвлекаясь или другими способами, например, работая и занимаясь делами как средством отвлечения, он пытается своими собственными усилиями сохранить себя в неведении. Чтобы избежать опасного состояния конформиста, Кьеркегор призвал нас набраться смелости и признать, что мы можем заблуждаться, а также осознать, что чувство отчаяния следует принять и исследовать, а не отвергать. Отчаявшийся и не понимающий этого лишь немного отстает от того, кто понимает и в шаге от истины и спасения. Но мало понимать – это только начало. Необходимо действовать и трансформировать понимание в данность. Поэтому Кьеркегор рекомендует выбрать персонализированный идеал для формирования жизненного курса, который способствует внутреннему развитию и овладению внешним миром, поскольку это необходимо для достижений полной индивидуальности. Другими словами, нам нужно что-то, к чему мы стремимся, что заставляет нас реализовывать потенциал. И это лучше всего обеспечивается путем обнаружения цели или того, что Кьеркегор называет страстью. «Без страсти невозможно существовать», – писал Кьеркегор. «Страсть – это идея, цель или образ жизни, которые имеют смысл, продолжительность. И, используя их для выстраивания нашей жизни, создают подлинное выражение того, кем мы являемся. Страсть есть направляющая жизни. Без страсти мы всего лишь бродяги, а значит нас могут увести куда попало и водить кругами. А это и есть отчаяние». Что касается значимости нахождения своей страсти, Кьеркегор писал в дневнике, «Чтобы иметь ясное представление о том, что мне делать, а не о том, что я должен знать, за исключением тех случаев, когда определенное понимание должно предшествовать каждому действию. Дело в том, чтобы понять себя, чтобы найти истину, истину для меня, найти идею, ради которой я могу жить и умереть». Страсть или идея, которая направляет движение нашего «я», и помогает нам достичь полной индивидуальности, может быть ценностью или набором таковых. Мы можем жить и умереть ради приключений, любви, творчества, красоты, свободы или истины. Это может быть то, чем мы дорожим, например, семья, личный и духовный рост или призвание. Это могут быть высокие и значимые вещи, которые составляют цель нашей жизни и которые мы полны решимости достичь любой ценой. Как писал в неопубликованной заметке его товарищ по философским идеям Фридрих Ницше, «Нас не должна интересовать цель существования всего человечества. Вы должны спросить себя, зачем я здесь? А если у вас нет готового ответа, то ставьте перед собой цели, высокие и благородные цели, и погибайте, преследуя их. Я не знаю лучшего исхода, чем погибнуть, пытаясь сделать великое и невозможное». Многие люди сегодня больше озабочены тем, чтобы следовать моде и технологиям, демонстрировать правильную картинку в социальных сетях, богатеть, иметь статус и в целом соответствовать тому, что называют успехом, забывая о состоянии собственной души и наличии внутренних ценностей. Итак, идеи Керкегора служат столь необходимым противоядием от пустоты нашей эпохи. Его философия – напоминание о необходимости размышлять о том, кто мы и почему должны действовать. Его пронзительный ум помогает разобраться в самообмане и уловить мотивы, которые лежат в основе наших решений и поведения. Его психологический анализ заурядного человека подчеркивает важность размышления о том, действительно ли наша жизнь может стать предметом для гордости, или мы поддаемся самообману, отрицаем свое отчаяние и настраиваем себя на глубокое сожаление. Зачем человеку целый мир, если душу он свою разрушит? Или, как писал Джон Маллен, Сорен Керкегор был философом человеческого духа. Чтобы понять его слова, нужно бросить вызов своей личности, дознаться ответа на очень простой вопрос. Являетесь ли вы человеком? Существуете ли на самом деле? Вы относитесь к этому факту со всей серьезностью и уважением, которых это положение требует? Или вы бы предпочли избежать ответа на этот вопрос? Озвучил Инкор Кадит Озвучил Инкор Кадит Озвучил Инкор Кадит Озвучил Инкор Кадит